...становились на предыдущем уроке. Мы говорили о важности Галута. Мы говорили о Божьем плане по отношению к Израилю, который не прервался после того, как Иешуа Мессия выползил свою функцию здесь, на этой земле, да, свою миссию. Но Божий план продолжался, и что инициатором Галута был Господь. Мы говорили о тех вещах, которые происходили в Галуте. Мы говорили, что Израиль стал камнем, и Израиль стал камнем, о котором спотыкались многие народы, камнем преткновения. И некоторые из народов были погибли, были уничтожены, а Израиль сохраняется. Еврейский вопрос пытались решить многие. Гитлер пытался решить еврейский вопрос. Вы помните, чем это закончилось для Гитлера. Сталин попытался решить еврейский вопрос. И только несколько месяцев от начала его решения до его смерти, и Сталин погиб. Кстати, между прочим, очень интересно. Есть, оказывается, такое извлечение, что национал-социализм – это наиболее полное и последовательное реальное выполнение принципов марксизо-ленинизма. Интересное изречение? Знаете, кто автор этого изречения? Сталин Йосиф Юсорионович. 1934 год. Через год после прихода Гитлера к власти. Тогда еще с Германией были очень хорошие отношения. И немецкие, все эти будущие маршалы, они учились в Советском Союзе. А наши маршалы, в Люхер, в частности, учились в Германии. То есть, в порядке обмена. И Гитлер, и Сталин были друзья и братья. А знаете, что происходило в этом году? Голодомор на Украине. 1933-1934 год, когда погибло 9 миллионов украинцев. И в 1933 году, например, в Харькове было обнаружено 250 трупов, у которых была вырезана печень. Потому что эта печень была использована для изготовления пирожков с ливером. Так что, если вы думаете, что Гитлер – это нечто ужасное, а Сталин – это герой, и знаете, в нашем народе такое есть отношение, что вроде надо нам товарища Сталина вернуть, тогда у нас все будет хорошо. То мы... Я вам скажу, что это мнение абсолютно ошибочное. Итак, Ишуа, с одной стороны, был камнем преткновения, пробным камнем для евреев, но таким же пробным камнем для всего человечества стали евреи. Это, отметьте, у меня шестой пункт касательно Галута. О вас не знаю, как вы пишете. Если Ишуа был камнем преткновения, пробным камнем для евреев, то таким же пробным камнем для всего человечества стали евреи. В чем это проявилось? А, Б, Ц. А. Они дали возможность народам мира оказать им милосердие и сострадание. А. Они дали народам мира оказать им милосердие и сострадание. Воспользовались ли эти народы? Это уже другой вопрос. Некоторые воспользовались, некоторые нет. Итак, вы говорили, Иисус был пробным камнем для евреев, евреи стали пробным камнем для всех народов мира. А. Они дали возможность народам мира оказывать им милосердие и сострадание. И вас там будут знать, и если кто вам окажет милость, да, и даст хотя бы воды во имя пророка, получит пророк. Некоторые говорят, что это о христианах, находящихся в одиниях. Вы знаете, что это было сказано евреям? Я думаю, может касаться и христиан тоже, но евреям это касается в первую очередь. Б. Жестокость и зверство мертвого христианства позволили нам понять, что сама принадлежность к христианству не спасает. И традиционные христиане также нуждаются в спасении, как и язычники, как и евреи. И. С. Антисемитизм, геноцид, как фашистский, так и коммунистический, показал, что ни гуманизм, ни идеология не меняет греховной сущности человека. И. С. Антисемитизм и геноцид, как фашистский, так и коммунистический, показал, что ни гуманизм, ни идеология не меняют греховной сущности человека. Не делают его лучше. Только рождение свыше может изменить человека. С. Антисемитизм, геноцид, как фашистский, так и коммунистический, седьмой пункт относительно Галута. Музыканты, бизнесмены, то есть евреи стали благословением для народов. Вы знаете, что сейчас Германия хочет получить благословение? И она таки получит его, потому что они выпускают евреев. Те страны, которые лишались евреев, лишались благословения. Испания была богатейшей страной мира. И что с ней произошло? После того, что они решились еврею, инквизиция, страшные ужасы. Испания где-то третьей-четвертой разрядной страной в Европе стала. Так что мы видим, там где есть евреи, там есть благословение. Самая благословенная страна мира, я в это верю, Соединенные Штаты Америки. Потому что там евреи. Это не Божья страна. Поверьте, мы сейчас иногда находимся под гипнозом американской культуры, под гипнозом того, что приходит с Запада. Там приходит очень много нехорошего. И Бог по милости, только по своей благодати, потому что там есть верующие, истинно верующие христиане, и есть в евреи, держат Соединенные Штаты. И так же касается других стран. Поэтому самое страшное проклятие – это антисемитизм. Когда Россия потеряла евреев, она не только потеряла гениев, но она потеряла что? Благословение. Украина потеряла евреев, потеряла благословение. Таким образом, евреи всегда были благословением тех стран, в которых они находились. И восьмое. Евреи показали возможность существования веротерпимости. Евреи показали возможность существования веротерпимости. Потому что иудаизм уважает права других народов и не требует от них обращения в иудейскую веру. Евреи показали возможность существования веротерпимости. Потому что иудаизм уважает права других народов и не требует для них обращения в иудейскую веру. Были когда-нибудь случаи, чтобы иудеи требовали у какой-то стороны обращения, правда? Но в принципе еврейский – живи, и что? И дай жить другому. Очень хороший и правильный принцип. Теперь задачи, которые поставил Бог непосредственно перед евреем. Некоторые в смысле эти задачи были выполнены, в некотором смысле евреи не всегда справлялись с этими задачами, потому что евреи не всегда были с Богом. Но все-таки какова задача евреев в глуте? Вы говорили, есть цели и задачи, да? Это не одно и то же. Цели – это зачем, да? А задачи, что они должны были сделать, функции. Первое. Быть свидетелями Бога. Исайя 43, глава 10 стих. «А мои свидетели, – говорит Господь, – вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Были евреи свидетелями Бога? Иногда были, иногда нет. Правда? Дальше. «Возвещать славу Божью». «Возвещать славу Божью». Исайя 43, глава 21 стих. «Возвещать славу Божью». «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». И третья функция – быть светом для народов. Быть светом для народов. Исайя 60, глава 1 стих. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо престол грешел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, мрак народы, над тобой его сияет Господь, и слава его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Это частично исполнилось. Вы знаете, что многие приходят в Иерусалим, правда? Но это, я верю, исполнится в царстве Мессии. И теперь мы переходим к пророку Захарии и к тому месту, о котором вы меня спрашивали. Она ушла, эта женщина. Это знаменитое место – Захария. Оно мне очень нравится. Восьмая глава, 22-23 стих. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Савуата в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Куда будут приходить народы? В московский патриархат? В Израиль. Молиться. Ну, некоторые говорят, Москва – Третий Риф. Иерусалим. Значит, в Израиль. Иерусалим этот будет принадлежать евреям или не евреям? Евреям. 23 стих. «Так говорит Господь Савуат. Будут в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудея, буквально написано за цицит, за кисточки, и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». В какой-то мере это уже осуществилось. Знаете, что в еврейских христианских общинах на одного еврея здесь не евреям приходится. Но это шутка. Смотрите, цицит что означает? Да, означает выполнение 613 заповедей. Значит, какой это будет еврей? Это не будет еврей-христианин, находящийся в христианской культуре. Это будет еврей, соблюдающий еврейские заповеди. Потому что если он носит цветы, значит, он, по идее, должен все другие заповеди тоже соблюдать. Ну, я сейчас не говорю о равидистических заповедях. Но, по крайней мере, те заповеди, которые Тори, он соблюдает. Хорошо. Но является ли этот еврей ортодоксальным евреем или хасидом? Нет, потому что народы мира идут за ним. Потому что с тобой Бог, то есть Ишуа Мессия. Он есть центр всего. Значит, это человек, который соблюдает, во-первых, он еврей, соблюдает заповеди, согласно еврейским традициям. И что делает? И верит в Ишуа Мессия. И не говорится, что дверь не евреям закроется. Наоборот, 10 евреев, видя такого, 10 не евреев, видя такого еврея, схватятся за пол. Но, когда мы говорим число 10, это может подразумевать число общины. Мы говорим, минимальное число общины – 10 человек. Это взятые с того торга Авраама с Богом. Минимально меня – 10 человек. Но, когда сказано 10 гаим, там не сказано, что 10 человек язычников. Гаим – это также может переводиться народы. То есть, 10 народов возьмутся за одного еврея. Или целые общины. То есть, может за спасение одного еврея послужить спасение целых тысяч миллионов людей. А не только 10. Представляете, какая силища? Какое благословение? Вот оно и есть – воскрешение и рождение из мертвых. И мы видим, что это в Божьем плане. Оно уже начинает осуществляться. Пока еще мы это видим в зачаточном состоянии. Но мы как раз и созданы, и призваны Богом для того, чтобы выполнить это. Понимаете, что есть такие пророчества, которые существуют сами собой. Независимо, делают или не делают. Но вы помните, что если бы Даниил не прочел, то, что 70 лет должно пройти после того, как будет построен Иерусалим, восстановлен Иерусалим. И если бы Даниил не молился, и помните, там ангел еще приходил, да, который боролся с ангелом персидским. И скажите, не было бы этого. Может быть, еще было бы отсрочено какое-то время. Исполнение Божьих пророчеств, оно зависит напрямую от нас с вами. И если кто-то один из нас делает что-то не так, то спасение приходит из другого места. Помните, как сказано царице Эстера? Да ты просто не будешь иметь к этому никакого отношения. И я сейчас не буду долго останавливаться о последнем времени. Это 12 главы до конца Захарии. Это одно пророчество, одно прошлое пророчество. Потому что здесь даже конкретно сказано разделение. Пророческое слово Господа об Израиле. И дальше говорится о последних временах. И что будет восстановлено государство Израиль. И что будет Иерусалим иметь огромнейшую силу. И в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима. И самый слабый между ними. В тот день будет как Давид. А дом Давида будет как Бог. И ангел Господень перед ними. Там говорится о тяжелой и страшной войне. Я думаю, что она еще предстоит. Там говорится о том, и это в 13 главе сказано, что придет тот, у которого рубцы, раны на руках. 6 стих 13 главы. И скажет ему, отчего же на руках у тебя рубцы? Он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Как вы думаете, о ком? Сказано. И что? И будет на всей земле, говорит Господь. Две части на ней будут истреблены, вымрут. А третья останется на ней. И введу эту часть в огонь и расплавлю их. Как плавит серебро. И очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя мое. И я услышу их. И скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. И наступит день, когда соберутся все народы на войну против Иерусалима. Это 14 глава. И выступит Господь и ополчится против этих народов. И дальше придет сам Господь. Будут удивительные явления землетрясения. Раскроются горы, потекут воды. Я думаю, что это будет, кроме символического значения, и прямое значение иметь. Я вам рассказывал уже, что под Израилем имеется большая полость в настоящее время. Она была заполнена водой. А по бокам полости, которые заполнены нефтью. Потому что в самом Израиле нефти нет. Когда арабы выкачают всю нефть, что случится? Обрушится земля. И вот эта вода в буквальном смысле выдавится. Это ожидается землетрясение в Израиле 10 баллов. Когда оно будет, не знает. Помните, было землетрясение, которое смыло в Индонезии, там целые 300 тысяч человек погибло. Это было землетрясение 9 баллов. А в Израиле ожидается еще более сильное землетрясение. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя его будет едино. И вот какое будет поражение. А дальше я думаю, что это идет конкретное описание атомной войны. Поразит на Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него истоят яминых своих. И язык его иссохнет во рту у него. Кто «Терминотар-2» смотрел? Хорошая картина, да? Типичная картина. Люди мгновенно превращаются в тени, и их уносят в пепл. Я когда-то смотрел японский мультик о Хиросиме, называется «Посыновый ген». И там вот тоже показывает, как во время атомного взрыва выкипают глазные яблоки. И это очень похоже на то, что здесь описано. И произойдет великое смятение от Господа. И дальше говорится о прекрасном времени, что все племена будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Савоку. Но какой праздник? На праздник Сукот. Тестом это уже писали. А если кто не придет, то что с ними будет? Не будет у них дождя. Видите, не будут они приходить ни в Москву, ни в Нью-Йорк. Будут приходить в Иерусалим. И даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. И котлы в Доме Господнем будут, как жертвы иные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме иудеи будут святыней Господа Савоку. И будут приходить все приносящие жертву брать их и варить них. И не будет более ни одного хананея в Доме Господа Савоку в тот день. Благословен Господь. Я верю, что это все сбудется не в переносном смысле. По отношению к церкви или к какому-то духовному Израилю. А в самом прямом смысле. Так, как оно написано. Так оно и будет. И я верю, что это такой Божий план. То есть, Божий план по отношению к Израилю не закончился. Божий план по отношению к Израилю не закончился. И он продолжает свершаться. Следующая крепость. Следующая крепость. У меня она шестая. У вас какая? Да? Посчитайте. Это неверное трактование истории. Вот это то, что для меня особенно важно. Я много подбираю материала исторического. Вы знаете. Существует сейчас как бы две истории. Отдельно история евреев. Да? И отдельно история язычников. Отдельно история церкви. И отдельно история иудаизма. Но я верю, что это совершенно должно прекратиться. Потому что Божья история, она единая. И мы сейчас открываем удивительные вещи. В отношении своих народов. В отношении всех народов. Многие вещи были специально замалчиваемые. В частности, по отношению к украинскому народу. К русскому народу. Я верю, что будет Бог открывать правильное понимание истории. Седьмая крепость. Пугало сионизма. Пугало сионизма. Знаете, сионизм это фашизм. Квадраты и так далее. Но в особенности это было в Советском Союзе. Знаете, Советский Союз рухнул. А все равно что-то остается. Все равно что-то остается. Что же такое сионизм? Сион это центр Иерусалима. Это крепость Сион, на которой находилась крепость Давида. Ир-Давид. То есть, это административный центр Иерусалима, административный центр Израиля. И сионизм это восстановление, движение за восстановление государства Израиля. Движение за восстановление государства Израиля. Я не буду вам говорить сейчас о сионизме, о Теодоре Герцле, об истории сионизма. Я буду говорить только то, что касательно нашей теологии. И многие говорят, ну зачем евреям этот Израиль? Были разные способы. Одни считали, что нужно сделать в Уганде. Были проекты создания израильского государства на Мадагаскаре. Некоторые считали, что нужно сделать израильское государство в Крыму. Даже в Биробиджане. На Амуре. Правда? Но это все не соответствует Божьему плану. Некоторые говорят, ну хорошо, монголы. Вот они владели Великой империей. Но монголы сейчас же не претендуют. А почему евреи претендуют на то место, где вроде бы еврея потом не оказалось? Бог же их выгнал из земли Израиля. Какое они имеют право требовать эту землю обратно? Ну вот служилась такая эзотическая обстановка. Они лишили своей земли. Но мало ли кто. Немцы когда-то жили в Крыму, а сейчас они живут в Германии. Правда? Другие народы жили в других местах. Не там, где сейчас татары. Жили где-то там в районе Байкала. А сейчас живут в Казани. Ну и так далее. Но в действительности возвращение Израиля на свою землю намного выше и намного больше, чем просто восстановление государственности. Потому что это особое обещание. Особое обещание. Когда Авраам заключал завет с Господом, что Бог обещал? Обращал землю Ан, то есть территорию Израиля, в вечное владение. В вечное владение. Есть много ссылок. Есть много ссылок в Библии. Вы можете ознакомиться. Это Бытие 24 глава, 7 стих, 26 3 стих, 50 глава, 24 стих, в Исходе и во многих других местах. Ну, возьмем прямые слова Бога. Например, 1 Паралипоминон, 16 глава, 15-18 стих. Помните, вечно завет его, слово, которое он заповедовал тысячи родов, то, что завещал Аврааму, в чокляса Исааку, и что поставил Иакову закон, и Израилю завет вечный, говоря, тебе я отдам землю хананскую, наследный удел вам. Землю Ханан. Да была тогда Палестина. Хоть один палестинец жил тогда на земле, на Ант. Нет, ну само название Плестим означает захватчик. Палестинцы появились на земле Израиля в то время, когда Израиль находился в Египте. Помните, Авраам не говорил, что я там с палестинцами. Кто там жили? Хеты, хетей. А народ Плестим, который так назвали, означает само слово Плестим захватчики. Это народы моря, которые пришли в Израиль. Но в дальнейшем они были ассимилированы или уничтожены. И те, которые сейчас арабы именуют себя палестинцами, они к этим палестинцам абсолютно никакого отношения не имеют. Никакого, ни в историческом плане, ни в плане языковом, ни в плане культуры. Совершенно. Но зато есть много мест, о которых сказано, что Бог дает эту землю. И вы знаете, какая должна быть территория Израиля? От реки Египетской, то есть Нила, до реки Ефрат. Это Бытие, 15 глава, 18 стих. То есть, вот это граница Израиля, которая будет в Божьем плане. В 1917 году Декларация Бальфура обещала выделить еврейскому народу определенное географическое пространство, включая в себя всю площадь современной Иордании. Знаете, есть страна и столица Аман. Это тоже самое Амон, аманитяне, которые упоминались. Конечно, это не аманитяне, но географическое название сохранилось. И Декларация Бальфура предусматривала эту часть тоже сделать Израилем. Но в 1922 году один человек, Уинстон Черчилль, одним рощерком пера, создал на этой области арабское государство, которое он назвал Транс-Иордания, а потом Иордания. И таким образом, 78% площади, предназначенной для еврейского национального очага, было отдана арабам. Более того, евреи не имели права жить в Иордании, тогда как арабы могли свободно жить в Израиле. Вот так распорядился один человек. И выражаясь современным языком, разделили мою землю. Помните, будет разделено внутри тебя. Разделили мою землю, расчленили страну. В 1947 году уже этот остаток еще разделили на две части. На так называемую Палестину и Израилю. Израилю досталась узкая полоска земли, шириной 20 километров. Вы знаете, что расстояние, которое каждый день проезжает от своего дома, сюда превышает то расстояние, которое было шириной Израиля. Можете себе представить. А затем сделали так называемую палестинскую автономию. Как вы думаете, правы израильтяне делить так вот свою землю на палестинскую автономию и так далее? Я думаю, что не имеет права по Божьему закону государство Израиль так делить. Всякое государство, которое делится внутри себя, оно что, рано или поздно с ним будут неприятные вещи случаться. Ешуа так говорил. Поэтому, когда государство делит само себя, без всякой войны, и затем начинает гражданскую внутрить себя, это очень страшно. Народ Израиля должен быть един. Я не говорю, что в Израиле должны жить одни евреи. Когда Израиль выходил из Египта, там были и евреи, и не евреи. Можем видеть, что по крайней мере 100 тысяч было не евреев. И 600 тысяч евреев. Только мужчин имеется в виду. Но Бог избрал Израиль. Бог избрал Израиль. И не только властвовать над одним народом. Потому что сказали, что цари будут приходить к тебе. Ну и кроме того, евреи – это одно из доказательств существования Бога. Когда Фридрих Прусский спросил одного из священников христианских, кстати, скажи мне, Фридрих Прусский был атеист, какое есть доказательство Бога, да? Он просто ответил – евреи, Ваше Ильичество, евреи. И когда мы говорим о той роли, которую сыграл Израиль для всех народов, то можно еще привести слова Льва Толстого. Что такое евреи? Что такое евреи? Этот вопрос вовсе не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд. Посмотрим же, что это за особое существо, которого все властители и все народы оскорбляли и притесняли, угнетали и гнали, топтали ногами и преследовали, жгли и топили, и который, на слов всему этому, все еще живет и здравствует. Что такое еврей, которого никогда не удавалось сманить никакими соблазнами в мире, которые его притеснители и гонители предлагали ему, лишь бы он отрекся от своей религии и отказался от веры отцов? Еврей – это святое существо, которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней. Он – родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры. Еврей – первый открыватель культуры. Испокон веков невежество было невозможно на святой земле. И в еще большей степени, чем ныне, в цивилизованной Европе. Больше того, в те дикие времена, когда жизнь и смерть человека не ставилась ни во что, рабе Акива высказался против смертной казни, которая считается нынче вполне допустимым наказанием в самых культурных странах. Еврей – это первооткрыватель свободы. Даже в те первобытные времена, когда народ делился на два класса, на рабов и господ, Моисеево учение запрещало держать человека в рабстве больше шести лет. Еврей – символ гражданской и религиозной терпимости. «Люби пришельца», – предписывал Моисей, «ибо сам ты был пришельцем в земле египетской». Эти слова были сказаны в те далекие варварские времена, когда среди народов было общепринято порабощать друг друга. В деле веротерпимости еврейская религия далека не только от того, чтобы вербовать себе приверженцу. Напротив, Талмуд предписывает, что если не еврей хочет перейти в еврейскую веру, то должно разъяснить ему, как тяжело быть евреем, и что праведники других религий тоже наследуют Царство Небесное. Еврей – символ вечности. «Он, которого ни резня, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни меч инквизиции не могли стереть с лица земли. Он, который первую возвестил слава Господа. Он, который так долго хранил пророчество и передал его всему остальному человечеству. Такой народ не может исчезнуть. Еврей вечен, потому что он – олицетворение вечности». Итак, давайте попробуем дать определение. Кто же такой и что же такое еврей? Мы говорим, что у нас еврейская мессианская община, да? А сами, в общем-то, должны чётко знать, действительно, кто же является евреем. Потому что я, например, считаю, что есть разница между раввинистическим пониманием еврея. Это видно логически. Вот эти раввины евреев считают с того, кто рождён от еврейской женщины или принёс гьюр, то есть раввинистический иудаизм. Тем самым полуевреев целых сразу половина отпадает, да? Вот попробуем разобраться. А в то же время антисемиты, они считают очень многих людей евреями, которые кричат, что они не евреи, и если они пойдут псахнут, им путёвку в Израиль не дадут. Путёвку в жизнь. Правда? Значит, кто же такой еврей, что же такой еврей? Это для нас очень важно. Итак, есть некоторые определения, что евреи – это раса. Это неправильное определение, я говорю. Евреи – это раса. Но по Гитлеру это раса недочеловеков. Я вам показывал альбом, да? Есть евреи белые, жёлтые, чёрные, есть евреи всех народов. Когда хасидские раввины поехали искать еврейские корни, они обнаружили еврейские корни даже у эскимосов Аляски. Что удивительно. То есть, евреи распространены среди всех народов. И вы знаете, каких чистых евреев? Чистокровных больше или смешанных? Смешанных евреев больше. Поэтому так трудно определить и посчитать, кто же такие являются евреями. Даже мы по Библии видим, что Симон, возможно, тот самый Симон Кириньянин, он был Нигер, зеяний апостол. И Симон, да? Отец Симон Нигер, отец Александра Ируфа из Кириньей. Возможно, это тот самый Симон Кириньянин. То есть, тот человек, который нёс крест за Иисусом Христом, вы знаете, что он был няр. Это не значит, что он был смуглый человек. Смуглых евреев тогда в Израиле достаточно было. И если Павел пишет, что он нигер, или, наверное, его бы сейчас назвали евроафриканец. Так он таки был евроафриканец. Эфиопский евнух. Помните? Эфиопы – это чистокровные, стопроцентные негры. Но в Эфиопии иудаизм существует с древних времен. Еще, по крайней мере, с VI века до нашей эры. Есть евреи в Китае, которые совершенно не похожи на еврею. Есть евреи в Японии. Есть евреи в разных странах мира. Немецкие евреи похожи на немцев. Была фотография, я вам потом её покажу на занятиях «Еврейская мысль», где была фотография «Идеальный арийец». Она была опубликована в одном из немецких фашистских журналов. Оказалось, что на фотографии изображен еврей. Марлен Дитрих, которая была образцом арийской женщины и снимала всё во многих фильмах, она тоже, вы знаете, была еврейкой. То есть, евреи – это не раса. Евреи – это не какой-то внешний вид. Евреи – это не просто язык, потому что есть евреи, которые абсолютно не знают языка своего. Есть много языков в России, в евреях. Есть иидыш, есть ладина. На других языках евреи – Кавказы, на других языках говорят евреи Средней Азии. Но в то же время они остаются евреями. Евреи – это не просто хасиды или принадлежность к какой-то иудаизм, группы иудеев. Потому что есть некоторые, которые считают, что если еврей принимает христианство, он перестаёт быть евреем. Правильно ли это? Видите, интересно, внучку Теодора Герцля не хотели пустить в Израиль. Она должна была отстаивать свои права. Сейчас, говорят, есть 80 лет ему где-то в Сибири живёт потомок, прямой потомок Карла Маркса. Я вам тоже покажу фотографии. Вы знаете, что у Карла Маркса были прямые потомки в России, которые были репрессированы в 30-е годы? Не за то, что Карл Маркс был идеологом коммунизма. То есть, с евреями происходят странные и удивительные вещи. Есть евреи-коммунисты, абсолютно не верящие в Бога. Есть евреи-буддисты. Значит, даже попадаются евреи-сатадисты. Есть евреи-фашисты. Интересный пример Эйхмана. Мы тоже будем об этом говорить на занятиях по еврейской мысли. Эйхман, который непосредственно под чьим руководством осуществляет уничтожение 6 миллионов евреев, вы знаете, что он был евреем по отцу и по матери. Когда его захватили израильские разведчики для того, чтобы переправить Израиль, он понял, что ему приходит конец. И как всякие евреи, вы знаете, что он начал читать? Шма, Израиль, Адонай, Лагейда, Адонай, Хаб. Они возмутились и стали его бить. Потому что они думали, что он издевается над евреями. Но он делал то, что делает перед смертью или безвыходной ситуации евреи. То есть, этот человек, уничтожавший миллионы евреев, в тот момент, когда пришла его, как говорится, последняя страшная минута, он начал читать молитву еврейскую. То есть, он осознал себя евреем. Я не знаю, покаялся ли этот человек. Не буду говорить. Покаялся ли он за немного грехов. Видите, есть евреи-коммунисты, есть евреи-буддисты. Есть разные-разные-разные евреи. Почему-то всех их считают евреями. Но стоит еврею принять христианство, его сразу отвергают. Родственники начинают его заживо хоронить, если это ортодоксальные родственники. Либо просто с ним уже рвут всякие отношения. То есть, это намного выше. Еврей – это намного выше, чем нация. Еврей – это намного выше, чем раса. И мы говорили, что определение еврея – это что? Это есть семья. Это определение, которое дает сам Адин Штанзальц. Адин Штанзальц, мы говорили, это равен, который занимается образованием в странах бывшего СНГ. И он дает определение. Евреи – это семья, имеющая что? Трех праотцов. Авраама, Исхака, Якова. Да, четырех пра матерей. Сару, Рилку, Рахель, Лею. И находящиеся в завете с Богом. И вы знаете, что еврей будет заходиться в завете с Богом даже тогда, когда он сам этот завет отвергает. Потому что этот завет был дан Богом. И Бог никогда, как мы видели, этот завет не разрывал. Кого же можем считать из евреев таких полуевреев, четверть евреев? Помните, Гитлер давал определение, что если человек на половину еврей, если он на четверть еврей, то он таки еврей. Вот я, например. У меня дедушка и отец матери еврей. Это я знаю точно. Я видел, что он обрезанный. Ну, возможно, он по-другому христианству, в принципе, он, в общем-то, был таким умеренным атеистом. Но, по крайней мере, он был евреем. И с точки зрения Сахнута я не еврей. Но у меня вполне стопроцентная вероятность попасть в газовую камеру. Правда? Я считаю абсолютно абсурдным считать еврея, только по отцу или только по матери. Это правило, что евреи, рожденные женщиной-еврейкой, действовало тогда, когда евреи подвергались насилию. И это было сделано на благо этой женщины, для того, чтобы ее сын был евреем. Но если мы видим по Писанию, то Аврагам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Почему же тогда не упоминается, что матери родили? Да? И если говорить так, то в таком случае не был и Давид евреем, потому что бабушка у нее так и не была еврейка. Правда? Это абсолютно отсурдно. Я думаю так, что если человек, естественно, у него оба родители евреи, то он еврей. Если отец или мать, он тоже еврей. Если бабушка и дедушка, он может считать евреем или имеет право считать. Потому что я, например, думаю, что все-таки дедушка и бабушка участвуют в воспитании ребенка. Прабабушка и прадедушка редко. Кстати, после того, как на Гитлера было совершено покушение в 1944 году, он уже начал составлять списки лиц, у которых была 1,16 и 1,32 еврейской крови. Но, к счастью, эти списки так и не были составлены. Не знаю, как дальше. Если дальше человек имеет еврейские корни, может быть, он будет иметь особое откровение от Господа, чтобы стать евреем. Но евреем можно стать. Либо ты родился евреем, либо что? Был усыновлен. Да? Либо ты был усыновлен. То есть, это не значит принимать ортодоксальный юр. Были люди, которые становились евреями. Были люди, которые не становились евреями. Вы помните. Были Гер Ташав и Гер Цадек. Если человек не еврей, он признавал Бога Израиля и признавал те заповеди, которые Бог Израиля дал для всех народов мира, он становился Гер Ташав. Он продолжал быть не евреем, или, как сейчас говорят, Нейнох. Есть такое движение тоже. Нейнох. Но оно, кстати, тоже против мессианских евреев направленное. К сожалению. Это те не евреи, которые находятся в заповеди Ноя. Но вы знаете, что христиане, они тоже находятся в заповеди Ноя. Мы разбирали 15 глава Деяния Апостолов, что те же самые заповеди, которые даны Церкви, они как раз совпадают с теми заповедями, которые Бог давал Ною. Есть Гер Цадек. Это не еврей, который хотел быть частью народа Израиля. Он ходил в еврейскую синагогу, он выполнял те 300 или сколько там заповедей, 613 заповедей, но сейчас из них можно 300 соблюсти, потому что половины заповедей нельзя соблюсти в связи с разрушением храма. И этих называют людей богобоязненным. Помните, Корнилий был таким человеком. Он не был евреем, но он был частью еврейской общины. Он ходил в синагогу. Не знаю, был ли Корнилий тем самым военачальником, который построил синагогу. Помните, есть место, где построил синагогу и просил Иисуса помочь этому военачальнику римскому, потому что у него слуга заболел. Но это тоже был человек из такой же самой группы. Они посещали синагогу. Они не считались ортодоксальными евреями, но они по любви к Богу выполняли заповеди. Я думаю, что евреи в мессианской общине они очень похожи на такую группу богобоязненных людей. То есть я не думаю, что в мессианской общине надо есть свинину. Ну, правда, я сам иногда нарушаю этот завет, но если говорить строго, подходить, правда? Но мы должны стремиться, стремиться делать то, чтобы могли жить еврейской жизнью. Или не надо совершать какие-то вещи, которые запрещены иудаизмом, правда? Потому что закон для евреев и для пришельцев что? Один и тот же. Если не еврей хочет быть частью Израиля, то у него никаких абсолютно препятствий нет. Тем более в Новом Завете, когда мы все спасены, Ишуа Мессией, правда? И такие неевреи, которые находятся в еврейской мессианской общине, они уподобляются этому богобоязненному человеку. То есть это богобоязненный не его положение, а титул. А титул его. Герой Цедек. И вы помните, были, которые принимали иудаизм, то есть делали обрезание и так далее. Ну, если не еврей хочет стать евреем и сделает обрезание, я думаю, греха не будет. Потому что обрезание – ничто, но вы знаете, что и необрезание – тоже ничто. Но ничто ли это вообще? Это имеется в виду ничто по отношению к спасению. Правда? Но по отношению к Божьей заповеди вы можете это сделать. Если хотите. И если какой-то из мессианских неевреев, кто хочет стать мессианским евреем, обрезанным, а если кто-то из евреев продолжает оставаться мессианским евреем, не обрезанным, то нет такому человеку никакого осуждения в Господи нашим Ишио-Мессии. Но я, например, вы знаете, что свечаю себя караимом. Ну, например, относительно своего самоопределения. Потому что у меня есть еврейские корни и есть корни караимские. Ну, я подумал так. Евреев, слава Богу, 12 миллионов. А караимов 800 человек. Я записался караимой. А теперь уже, знаете, караимов 900 человек. Аказыц. Кто-то еще тоже определился. И у меня есть уже две внучки. И уже есть внук. И уже, считая своим сыном, у нас сколько караимов? Уже шесть человек, да? Так что слава Господу. Нас становится все больше и больше. Поэтому я говорю, что важно самоопределение каждого в еврейско-мессианской общении. Но это должно решать прежде всего, как ты родился и как тебе Бог определил. И каждый из нас пусть будет свободен абсолютно в этом выборе. Слава Господу нашему. Ну, мы еще не все вопросы разобрали спорные. Мы говорили об теологии. А на следующих занятиях мы поговорим уже конкретно о спорных вопросах между иудаизмом и мессианским иудаизмом. Или иудаизмом и христианством. На примере диспута Нахманида. Финит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова